Дверь с ноги, как говорится, кроит вещает, и сегодня я вам расскажу, как подняться новичку на Блокраше. Во-первых, если вы еще не играете в Блокрашу, то первая ссылочка в описании, переводите по ней, тут можно сразу зарегистрировать акт, но это не обязательно, главное, вот спускайтесь вниз и скачивайте бета-версию, это новый движок. Далее выбираем себе ник, имя и фамилия, ну и собственно загружаемся в игру. Дальше стоит выбор сервера, тут их сейчас 42, а будет еще больше, поэтому выбор у вас огромный. Новичку легче развиваться на новом, ну покажу на примере моего сервера Воронеж, для начала регистрируем аккаунт, вводим почту и пароль, потом спрашивают ник пригласившего, можете указывать сюда вообще любой ник, главное указывать, потому что получите халявный 50 тысяч. Все, выбрали себе бомжа, заспавнились на вокзале, нажимаем на чат, вводим команду слэш промо, здесь активировать промокод и вводим сюда хэштег крейт. Мой промокод работает на всех серверах. При активации дает кучу бонусов, но нужно типа отыграть час. По факту нужно дождаться 10 утра и ровно в 10.00 появляется сообщение в чате время выплаты, соответственно теперь можем забрать и награду. В слэш промо можно забрать призы, вот он промокод хэштег крейт. Нажимаем и получаем вот этот весь список наград. Теперь у нас видите появляется желтое сообщение, это наша випка. Да, аккаунт пустой, но уже с вип статусом. Обязательно нам надо вкачать уровень, это делается с помощью квестов для новичков. Собственно подходим к аренде скутеров, здесь выбираем шахта и по меточке приезжаем на место работы. Переоделись в рабочую одежду и работаем. Нужно добыть руды на 1000 рублей. После чего завершаем работу и первый квест выполнился. По команде слэш квест можно смотреть какие квесты уже выполнены, что можно выполнить. Но для выполнения следующих заданий надо чуть больше денег, чем у нас по факту есть. Поэтому вводим команду слэш донат, здесь выбираем пункт блэк пасс. Выполнять весело не обязательно, но на начальных стадиях задания очень выгодны. К примеру, купить канистру в АЗС получим 3000. Или подарите кому-то цветов, получите 2500. Получается доезжаем до ближайшего 24 на 7, покупаем здесь аптечку и удочку. Задания, как видим, повыполнялись. В блэк пассе за выполнение забираем свою награду. На руках стало чуть больше денег. Можем купить себе мобильный телефон. Тем самым выполнили квест для новичков и получили одну XP. Ой-ой-ой, что творю, что творю. Я подъезжаю к кассику, потому что по заданию надо в него просто зайти. Все, задание выполнено. И за это мне сейчас дают аж целых 5000. Если вы не хотите выглядеть бомжом, то можно зайти в инвентарь. И здесь у нас уже ждет маска и скин от промокода. Скин просто одевается. А вот маску, аксессуар нужно на себя примерять. Вот так вот. Конечно, эта внешность всего лишь на 12 часов, ну просто по приколу. Ладно, угоняем чей-то скутер возле кассика и едем дальше выполнять задание. В магазине покупаем букет цветов со 150 рублей. Подходим к какому-нибудь игроку. Вводим команду slash present его ID. Во, выполнили задание с блэк пасса. Еще обязательно заезжаем в любой банк и бежим создавать новый счет. За это получаем 5000 и 1 XP. В магазине аксессуаров покупаем самые дешевые очки за 10 тысяч. Также в магазине одежды покупаем самый дешевый скин. Когда перемещаетесь на скутеры, используйте лайфхак. Джойстиком давите на скутеры и он едет гораздо быстрее. В блокпассе есть задание посетить ночной клуб. Здесь у меня какой-то бомж украл скутер. И все, я в жопе без транспорта. Ладно, идем в клуб тогда. На входе ценник 9000. А мне за задание зайти в клуб дают всего 5к. То есть я даже в минус уйду, если его выполню. В общем, собираю все награды за выполненные задания. Собственно, баланс у меня 21000. По идее, если некому вас забрать, можно заказать такси. Но на новых серверах такси работает плохо. Так что прыгаем пешком. Добежал я до больницы в Арзамасе. Нам здесь надо оформить медкарту. Отправляют к каким-то врачам. А они говорят, что не могут выдавать. В общем, специально еду в мотосалон для задания из блокпасса. Зашел в мотосалон и задание выполнилось. Забираем свою награду. И кроме денег мы прокачали первый уровень блокпасса. То есть без доната мы можем забрать нашу награду 3 очка опыта. Теперь пишем команду slash bp rewards. И вот он, игровой опыт в размере 3 штук. Забираем его себе. Тем самым мы прокачали уровень. И нам доступны новые работы. Ради квеста, конечно, нужно зайти в правительство. И устроиться на работу автобусника. Но полноценно там работать я не рекомендую. По-хорошему нужно приехать в автошколу. И пойти сдавать экзамены. Тут есть разные виды прав. Нам нужен конкретно b. Перед тестом вам предложат ответы на все вопросы. Но часто новички не знают, что отвечать вот здесь. Поэтому я быстренько показываю вам правильные ответы. Вопросы, конечно, могут меняться местами. Но в целом ответы те же. К примеру же, вот этот знак. Логично, что запрещает проезд только направо. Вот такой знак креста запрещает остановку и стоянку. Белый кружочек с черными линиями отменяет все предыдущие ограничения. Дальше вот такой фотоаппарат. Это у нас радар на дороге. Либо же пустой обведенным красным кружочек. Это специализированный въезд для дальнобойщиков. Желтый ромбик, думаю, всем известно. Это главная дорога, преимущество на дороге. Я ответил все правильно, но у вас есть право на три ошибки. Потом дают ладу гранту, и мы должны кататься по меточкам. В конце только на поворотах нужно включать поворотники. Но и то у вас есть много прав на ошибку. Короче, ничего сложного. И через месяц снова надо будет сдавать на права. Я получил только один вид прав. Можно получить все, но новичку этого не нужно. Гораздо важнее еще залететь в Лыткаринскую больницу. И здесь снова попробовать заказать медкарту. Ура, мне повезло. Тут есть врач высокого уровня. Он там отыгрывает РПшку и предлагает мне медкарту за 2500, конечно, берем. Через 10 минут нужно будет ее забрать. А пока что берем скутер, прописываем команду слэш кар. У нас же есть машина с промокода. Так вот, мы сбрасываем парковку и ставим GPS метку. Все верно, она сейчас находится на низком классе. Через всю карту едем на скутере. Кстати, пока ехали, наступило 11.00, то есть второй Payday. Собственно, мы спавним нашу машинку. Ее нам дали в пользование на 12 часов. В принципе, по заданке мне надо купить зазик с салона. Но это ликвид, их в наличии сейчас нет. Тогда едем на авторынок перекупать. На новом сервере премиум тачек мало. В основном суета на низком классе. Как видим, тут подряд продается 3 зазика. Сначала говорят 15к, а потом говорит 10. Я моментально к нему прыгнул. Это же прям слив по ГОСу. А в чем прикол? Он реально кидает мне за 10 тысяч, когда его слить в ГОС 10 тысяч. Я думал, будет какой-то обман, но он реально продал. На авторынке сейчас стоять смысла нет. Тут куча конкурентов. Это самая худшая машина на Блокраше. Но я думаю, что ее перепродам. Опа, наша медкарта уже готова. Я перезял на Бендли, чтоб побыстрее. Залетаем в больницу Арзамаса. И прям на пикапе забираем медкарту. Лол, только что себе зазик отработал. Почти все игроки, как только подняли чуть-чуть денег, сразу летят подниматься в казино. Но с основного аккаунта я владею этим бизнесом. И просто гляньте на доход от казино. Ну разве можно здесь заработать? Вот за столами люди играют в кости. Второй столик вообще играет на бомж ставки. Но мне даже на это не хватит. Ой, я тут заметил, два типочка в стороне стоят и играют в трай на бабки. Новички обычно играют только в Блокджек. Подошел какой-то чел, предлагает купить у него аксы. У него есть эксклюзивный рюкзак, 3 года. Хочет 70 тысяч за него. Я предлагаю ему 15. И что вы думаете, он кидает трейд. Предлагает свой рюкзак, а я ему за это 15 тысяч. Такое ощущение, что можно было взять и за 10. Ну ладно, все равно выгодно. Гляньте, как только я купил у него, он сразу подошел к столу и начал играть. Ну ладно, я же в свою очередь одеваю рюкзак на себя. И будем искать покупателя на рюкзак. О, тут стоит менеджер, я бы хотел устроиться на крупье. Его и другие челики просят, но он игнорит нас. Во, как видите, челик слил все свои бабки. Оскает родню, чтобы улететь в бан. Я пошел в Блокджек на 5 тысяч. По итогу слил эти деньги. Во второй игре ставлю все свои деньги и кое-как отбиваю свой баланс. Менеджер, короче, сам хочет работать, а не набирать крупье. Вот еще два богатых игрока играют на миллион. И тот, который постоянно побеждает, дает очень много чая крупье. А второй челик все проиграл и оскает родню. Честно, я хотел мажором втюхать свой рюкзак, но не получилось, они игнорят. Залетаю на низкий класс, также по перекупаль. Но у меня балик очень слабый, мне для начала надо продать рюкзак. О, старговали с челом на 27к и отдаю этот рюкзак в трейде за 27 тысяч почти 13к окупа на перепродаже. Плюс еще Payday и в час 2x получаем. В донате нас ждет подарок и до 4 левела всегда будет падать машина, а уже после будут давать бронзовую рулетку за 75 блэккоинов. Короче, теперь у меня Zazic и две временных тачки. Сейчас попробуем перепродать Запорожец. Мне предложили обменять Zaz на аксессуары и вот сколько всякого, но это все говно. На авторынке самый дешевый Zaz 30 тысяч, я говорю 19к и моментально нахожу покупателя. При том, что машина ликвидная, я сливаю ниже, чем в автосалоне. И продаю на 9 тысяч дороже, чем взял. Со мной даже никто не торговался, видимо, можно было продать и дороже, ну ладно. Все равно у меня баланс 55 тысяч. Прописываем команду SlashGPS, важные места и четвертый пункт военкомат. Для новичков там в начале имбовый заработок, я сейчас покажу. По дороге поломалась машина, а ремки починить у меня нет. Короче, на скутере доезжаем до военкомата. Это не РП-собеседование, просто в отделе кадров второй уровень, медкарта, права есть. Получается, нужно ответить на вопросы. Ролеплей отыгрывать роль полицейского. Возвращаться на место смерти запрещено, нарушает правила игры. Оскорблять других игроков запрещено. Зеленая зона запрещает наносить урон игрокам. ООС информация не касается игрового процесса. Убивать игроков за организацией запрещено, нарушает правила игры. ООС информация касается игрового процесса. И убивать игроков без причины запрещено, вы должны иметь на всякую причину. Все, вот такой тест, 8 вопросов. Теперь мы во фракции. Мало того, что выполнили квест и очень близки уже до третьего уровня. Так еще сейчас залетаем на военную часть. Прошел по идее, выдают нам третий уровень и 50 тысяч за рефералку. Так что ник при регистрации обязательно вводить. Сейчас у нас баланс 136 тысяч. В военную часть мы можем спокойно войти. В раздевалке нужно переодеться в рабочую форму. И вот есть здесь квестовый NPC, у которого можно выполнять задание. Для начала нужно сдать два теста. Соблюдать устав должен каждый сотрудник. Сотрудник может быть уволен за грубое нарушение устава. Вот такой первый тест на два вопроса. Во втором тесте уже 13 вопросов. Кто является руководством полковник, подполковник. Табельное оружие запрещено применять без причины. Дуэли запрещено проводить даже при согласии лидера. Открывать огонь в сторону граждан первым запрещено. Приказать гражданским выйти с территории разрешено. Можно попросить. Подчиняясь законам области, сотрудник обязан подчиниться. Пользоваться транспортом в личных целях запрещено. Сотруднику запрещено ходить в форме в казино, на контейнеры. Сотрудник может спать в АФК только в раздевалке. При обращении в департамент используется тег армия. Ну и впускать левых людей на военную часть нельзя. Фух, наконец-то закончился тест. Теперь мы можем получить второй ранг в армии. И уже с этим званием можно зарабатывать бабки. Вот самый выгодный армейский барон. Нужно пойти на край военной части. Потом вернуться обратно. Походить по чекпоинтам в раздевалке. За что получаем 20 тысяч. Ну знаете, даже перекуп не такой выгодный. Жалко только, что это задание снова взять нельзя. КД 30 минут. То есть через полчаса вы можете повторить эти действия. Еще плюсануть 20 тысяч. В принципе это с нашим балансом. Можно уже пробовать словить квартиру в Бусаево. Вот нашел свободную квартиру. Госка 150 тысяч. Но она еще не слетела и купить нельзя. Как понимаете, такие квартирки ценятся. Можно даже потом перепродать. Если развиваться с донатом, то вообще изи. Покупаете себе в донате випку. Если прям много доната, то открываете автокейсы, выбитые тачки продаете и мгновенно становитесь богатым. Понимаю, что не у всех есть возможность донатить. Поэтому существуют промокоды на бесплатную випку. Но пока у вас действует еще старая випка, вы не можете взять новую. К примеру, вот этот промокод вам даст просто 12 часов голд випки. Можно активировать промокод на 9 мая. Но если у вас уже есть випка, то в промокоде вам она не дастся. Еще есть вот такие промокоды, которые выдают кучу всего, но надо отыграть либо 12 часов, либо есть вообще промо, на котором 24 часа надо играть. Типа, если прям вообще 0 доната, то это, наверное, ваш шанс. Как отыграете 12 или 24 по идее, награды сможете забрать в этом списке. На третьем уровне открываются две работы угонов той кладоискателей. Так вот, ну, клады будут получше. Еду я, значит, такой пахать, работать, ловлю встречку и с моста прям улетаю. Вау. Это чисто жизнь за блокраши. Как приедете на метку в Корякино, встретите NPC, он вам скажет, купите лопату и металлоискатель. В 24 на 7 это спокойно покупается. Далее вы выезжаете на заказ. И на большой территории с помощью вот этого детектора вы находите клады. По команде SlashDix запускается мини-игра, где нужно найти сокровище. И за пятый успешно найденный клад вам выдается зарплата, ну, 22 тысячи. Ну, считайте, как выполнить задание в армейке, только на постоянку. Когда закончатся випки от промокодов, можете привязать свой аккаунт в ВКонтакте, к Телеграму и за каждую привязку получите по одному дню платину випки и 10 тысяч вертов. Потом со временем вам предложат сменить пароль на аккаунте, вы сменяете и получаете 3 дня платину випки. Также в GPS в важных местах есть такая штука аукцион. Советую почаще сюда приезжать, заходить, смотреть, потому что здесь продается буквально все. Самое главное это бизнесы, которые впоследствии вы сможете ловить. Понятно, что 5 миллионов на ларек накопятся не сразу, но со временем в перспективе можно словить такой бизнес и потом фармить с него финку, либо же продавать дороже. Собственно, вот такого результата я смог добиться на нулевом аккаунте и специально ради этого наиграл 4 часа. Не использовал ютуберских возможностей, чисто как самый новичок. Надеюсь, этот гайд поможет кому-то подняться.